Сумасшедшие вещи происходят с биткоином прямо сейчас. Пока банки в США рушатся так сильно, что торговля их акциями сразу же закрывается после начала, биткоин достигал 24,5 тысяч долларов. Что же случилось? Давай быстро пройдемся по всем причинам. И первая причина это ФРС США. Если бы ФРС США не выручила банки, это могло бы привести к каскадным ликвидациям банков по всей системе. ФРС США начинает финансовую накачку нуждающихся банков. Это означает, что 3,3 миллиарда долларов, которые обеспечивают USDC, будут возвращены в Секол. Именно поэтому USDC коин полностью восстановил привязку к доллару. Это фантастические новости и рынок реагирует на них позитивно. Секол уже запросил вывод этих денег и транзакция уже в разработке. Так что сейчас ничего не должно угрожать стейблкоину USDC. Правительственное вмешательство в ситуацию Silicon Valley Bank косвенно помогло USDC. Генеральный директор Секол пишет, 100% депозитов от СВБ безопасны и будут доступны завтра при открытии банка. Рынок на это реагирует, конечно же, хорошо. Что конкретно ФРС и FDC делают сейчас? Каждый клиент, у которого есть депозиты в рухнувших банках, получат полные выплаты, используя банковские налоги, а не налоги налогоплательщиков. ФРС также создает фонд на 25 миллиардов долларов. И здесь есть очень хорошая новость. С ростом процентной ставки правительственные облигации дешевеют. Чем выше ставка, тем дешевле правительственная облигация. Поэтому облигации, которые были куплены банками в 2020, например, сегодня стоят, к примеру, 60 долларов. Банк все равно получит эти 100 долларов обратно, но ему нужно подождать лет 10. Но теперь ФРС США как будто бы дает ему машину времени. Если банку необходимы эти 100 долларов за облигацию, ему не нужно продавать сейчас за 60% эти облигации, как это сделал СВБ банк, что и привело к его банкротству. Банку нужно всего лишь одолжить эти облигации ФРС США и получить в ответ кэш. Вот такой трюк. Интересно, почему так же нельзя сделать с пенсионными фондами, страховыми компаниями, или же просто частными инвесторами, которые совершили точно такие же ошибки, как и банки. Вопрос, конечно же, риторический. К чему может привести этот трюк? Теперь, когда банки могут конвертировать свои подешевевшие активы на кэш, они могут просто выкупать еще больше казначейских облигаций и потечных ценных бумаг по скидке и затем снова их обменять на доллар США. Таким образом, баланс в ФРС взорвется, а банки, наоборот, наполнятся деньгами. Чего не было со времен коронавируса. Это может стать самым большим раундом количественного смягчения за последние десятилетия, как пишет Питер Шиф. Программа спасения банков, анонсированная сегодня, просто-напросто обязывает ФРС США печатать деньги, чтобы выкупать казначейские облигации банков. Это расширение баланса ФРС США и рост инфляции. Почему они должны печатать эти 25 миллиардов долларов? Да потому что, посмотри на эту таблицу. Ты думал, ситуация с Silicon Valley Bank плохая? ФРС США сидит с нереализованными убытками 1,2 триллиона долларов в своем портфеле облигаций на 8,3 триллиона долларов. 1,2 триллиона долларов нереализованный убыток. Если они продадут свой баланс, чтобы выкупать активы банков в рамках программы помощи банкам, сама федеральная система может повторить судьбу СВБ. Это даже в голове не укладывается, как это возможно. Об этом говорит и Роберт Киясаки. Финансовая помощь начинается, еще больше фейковых денег зальет больную экономику. Тем не менее, рекомендую все то же. Покупать больше золота, голд, серебра, силвер и биткоина BC. Готовьтесь к аварийной посадке впереди. Он имеет в виду, что мягкой посадки после разворота политики ФРС США не будет. Если ФРС США продолжит политику финансовой помощи банкам, мы действительно можем увидеть количественное смягчение, которое приводит к заливанию экономики деньгами и росту особенно рискованных активов, как это было, например, во времена коронавирусной пандемии и локдаунов. Конечно же, для биткоина это бычья новость. В последний раз такое количественное смягчение началось во время коронавируса, и тогда главная криптовалюта выросла до 69 тысяч долларов. Конечно, на долгосрочной дистанции такая финансовая помощь может привести к взрыву инфляции и образованию второго пика инфляции, который наверняка будет больше первого. Именно этого, кстати говоря, очень сильно боится ФРС, именно поэтому до конца повышает ставки. В любом случае, биткоин пока что воспринимает эту ситуацию как позитивную, ведь это количественное смягчение, поэтому на таких новостях биткоин и растет. Кроме этого, как мы сегодня говорили, Binance собирается покупать биткоин и эфириум на 1 миллиард долларов. Что ж, судя по всему, он это уже начал делать. Это тоже привело к давлению покупателей на биткоин объемом в 1 миллиард долларов. Посмотри на этот график. Это выводы депозитов со счетов американских банков. Мы не видели вот таких масштабов с 1981 года. Как минимум, часть из этих депозитов может уходить в биткоин прямо сейчас, что тоже провоцирует его рост. Заметь, какие банки развалились. Silvergate, SVB, Signature Bank. Все они так или иначе сотрудничают с криптовалютами, особенно со стейблкоинами. Поэтому некоторые люди, видимо, опасаясь за судьбу своих стейблкоинов, переводят их в биткоин. Так, например, капитализация тезера в последние несколько часов упала практически на 1 миллиард долларов. Скорее всего, она ушла в биткоин. То же самое мы видим на USDC, только гораздо, гораздо резче. Вот это падение капитализации тоже практически на миллиард долларов. И, скорее всего, тоже ушло в биткоин. Биткоин становится бункером, в котором держатели депозитов в банках или стейблкоинах решили переждать бурю. Хотя мне кажется, что это может закончиться массовой стрижкой. Но это только мое мнение. Сейчас мы обсуждаем только лишь факты. Следующая причина бычьего нарратива биткоина заключается в том, что некоторые крупные банки предсказывают, что в 22 марта ФРС США не повысит ставку вообще, а под конец этого года и вовсе снизит ее на половину процента. Что ж, смелое предположение, но достаточно бычье для биткоина и других рискованных активов. Делать вывод о реальности таких прогнозов мы можем уже завтра. Ведь завтра выходят данные про инфляцию CPI за февраль месяц. И именно от этих данных зависит, что будет 22 марта. Рынок ожидает инфляцию на уровне 6,1%. Если мы говорим про Core CPI, то 5,6%. Точно такую же, как и в прошлый раз. Однако CPI в прошлый раз была 6,4%. Значит, если завтра инфляция будет ниже 6,1% или равной 6,1%, это хорошо. Но если будет выше 6,1%, то плохо. Так что имей это в виду. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Сегодня я рассказал тебе, почему биткоин растет и почему это означает совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Будь очень-очень осторожен. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok